Уважаемые братья, в эти дни благие дела не могут быть разными. Самые лучшие дела Самые лучшие дела в эти дни побольше поминать Аллаха. И есть зикр махсус, есть определенный зикр, который делал пророк Мухаммад. Это когда раб Аллаха много произносит и говорит Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ла Илла Аллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Валиллахи Аль-Хамд. Вот этот зикр начинает сделать с первого дня, как наступает месяц Дульхиджа. То есть с первого дня месяца Дульхиджа, с понедельника, с 19 июня, постоянно. Когда он в пробке на машине едет, когда он в очереди ждет, когда он в мечети сидит, когда он идет пешком, когда он ложится. Постоянно вспоминать об Аллахе, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ла Иллахи Ла Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Валиллахи Аль-Хамд. Имам Шафия, рахмаллах, сказал, и нету проблемы, если еще другие зикры добавит человек. И другие адхары, которые добавят к этому, то это благо, как сказал имам Шафия. Это называется текбират когда человек совершает текбират в любое время не привязан к чему-то есть текбират мукаяда текбират, которые привязаны к чему-то после намазов начинается после утренней молитвы получается 27 июня как фаджр прочитал после каждого фарт намаза он читает текбират Аллаху Акбар, Аллаху Акбар Ла Илляха Илля Аллаху Аллаху Акбар Аллаху Акбар После каждого по три раза повторяет эти текбират после каждого фарт намаза начиная с дня Арафа делят не Арафа это девятый день вместе с Дзульхиджа следующий день все пять намазов следующий день десятый день вместе с Дзульхиджа это Курбан Байрам после каждого намаза также текбират и повторяют потом Ай-Ям-Ут-Ташриq одиннадцатый двенадцатый и тринадцатый с намазом Асра заканчивает текбират те такбираты, которые привязаны к молитвам. Это из сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям. Умар радаллаху айнху выезжал на хадж он раньше выезжал на хадж. Правитель правоверных раньше выезжал. Хадж начинается первый день восьмой день вместе с Дульхиджа. Умар радаллаху айнху раньше выезжал. В этот момент он ставил свою палатку, разбивал палатку, в палатке принимал Худжадж, принимал тех людей, которые приезжали на хадж, отвечал на вопросы, какие вопросы были поощряты, давал фетвы. И когда он садился, заходил в свою палатку, громко говорил такбират, чтобы его слышали. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахи альхамд, фаясма'у ладзина харжу лхайма, фаюкабиру на битакбире. И те, кто были за его палаткой, слышали, как он говорит такбир, и вместе с ним повторяли делать такбират. Он им тем самым напоминал о такбиратах, чтобы не забыли они делать такбират. И этих людей, которые за ним повторяли, и слышали, те, кто позади них, фаюкабиру на хадда тартаджа мина такбира, и то, что тряслась мина такбиратами, такбиратами паломников. Они выходили, когда наступали, только первый день вместе с Дульхиджи наступал, Абу Хурейра и Ибн Умар вдвоем выходили на рынок, а рынок это самое место, где проходили люди, то есть всегда выходили на базар, на рынок, и там делали такбират. Громко говорили такбираты на рынке. И люди слышали их такбираты и тоже произносили такбиры. Поэтому каждый из нас должен такую сунну сделать. Ты пришел, где-то в каком-то месте сидишь, среди родственников дома, посидел Аллаху Акбар, Аллаху, напомнил им в мечети, в другом месте и так далее. Поэтому здесь четыре фаида из этого. Первый. Распространяем сунну пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Второй. Напоминаешь людям. Напоминаешь тому, кто забыл. Может быть, да, он знал, но забыл сделать такбир. Ты ему напомнил, что нужно делать такбират. И обучаешь незнающего человека. То есть, когда ты делаешь Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ла Иллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Твой брат может спросить, зачем делать такбират, и ты ему оповествоваешь сунну пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Такая великая награда.